дорогие друзья уважаемые трейдеры всех приветствую с вами педром рауфи у нас обзор рынков сегодня мы разберем в целом новостной фонд посмотрим что произошло на рынках что ожидать от них сериевые рынки также криптовалюту и соответственно начнем с самого начала с фондового рынка сша то как доллар себя ведет последнее время что ожидать от монетарной политики сша как наверное услышали скорее всего сначала эти недели приблизительно в конце с передущей недели бережа намеки о том что фрс уже верить в том что в экономика не нуждаются в помощи и в стимулах и они постепенно будут повышать проценту ставка об этом говорилось в прошлом году есть некие аналитики которые говорят о том что повышение ставок будет не четыре раза даже больше и есть некий страх который более долгосрочный но не короткосрочный по поводу касательно повышение процента ставки сша и президент реализированной системы сам павел джон павел он может перебываться еще ближайшее время поэтому нам как бы не следует на это смотреть как особо такой негативный сигнал к развороту и что-то подобное поскольку в течение этого года факту в течение там до середины этого года скорее всего неким могут находиться в нерам некая консолидация но в целом движение будет без сильной просадки то есть это один из факторов есть и есть даже какой-то страх то он очень довольно такой долгосрочный по отношению к рынкам но как мы слышали джон павел уже как бы признает повышенную инфляцию и говорит что экономика по факту уже здорово рынки рынок труда показывает нормальные релиза нормальные отчеты это самое главное что можно исходя из чего можно по факту уже начинать повышать процентную ставку то есть поддерживать курс национально посмотрим что у нас на экономическом календаре сегодня творится всего два релиза в 13.30 поиска всего два релиза сегодня у нас на экономическом календаре потребительские цены сша 16.30 которые без изменения прогнозы пока совершенно без изменения могут остаться и запасы сырой нефти как у которого дефицит по факту уменьшается это не очень хорошая новость а короткосрочная к целом образовании нефти в целом вот поэтому можем сегодня наблюдать за скорее всего движение увеличение волатильности доллара скорее всего и канадского доллара возможно тоже давайте рассмотрим что у нас происходит на с индексами фондового рынка и 500 и индустриального индекса до джонс как и вы видите вот этот спад который произошел по факту на фоне вот тех заявлений фрс поводу ужесточения монетарной политики вот вот это вот такая вот была коррекция которая попала не дошла даже до локальных поддержек до 4500 мы туда еще можем отправиться мы туда еще можно было в средние сроки отправиться долго сроки отправиться но имейте ввиду что пока короткосроки внутри дня вряд ли всего есть вероятность ну то есть есть возможность продолжение умеренного такого роста ближайшие сессии и до джонс тоже показывал на очередное укрепление тут по итогам завершения вот эта коррекция нисходящая который есть на обоих картинках скорее всего внутри дня в течение последующих всех возможно будет рассчитывать на продолжение роста и это все конечно же будет зависит от того как доллар будет дальше себя вести то есть как мы видим доллар уже на 4 сантиметром на очень таком среднесурочном таймфореме приближается к локальной поддержке довольно сильной поддержки которая бережет цену о дальнейшего спада по факту с ноября месяца и среди ноября 9550 и пока мы над этой отметкой скорее всего есть вероятность того что индексы фоновые индексы они смогут сильно подрасти я думаю что двору вероятнее всего цитаты от них и раз развернется но ближайшее время ближайшие сессии наверно он может спекулятивно его пробить еще раз потому что амплитуда очень-очень низкая до импульсивными протестировали эту отметку но вам придут а просто после этого ретеста очень сильно низкая поэтому оставьте место на вероятнее вероятного импульсивного или спекулятивного ретест этой поддержки еще раз и переходим к форекс парам евро австралийц и новозеландец приблизительно картинка внутри дневной торговли похоже на картинку smp 500 на картинку до джунса то есть показывает некую краткосрочную коррекцию и по итогам завершения ретеста ближайших там поддержек скорее всего будет известно куда цена дальше двигается давайте 15 минутку включим евро и на фунте как вы видите по факту тенденция восходящая но ближайшие поддержки могут протестироваться в течение сессии европейская американская 136 2136 отметка такая целевая хорошая для евро и для фунта по факту она уже тестируется на 72 ниже тоже можем опуститься несмотря на то что очень сильно импульсивно мы тестируем эту отметку но в целом мы ждем как бы якобы при торможении этого спада имейте ввиду что закрепление по этой отметкой может быть сигнал дальнейшего спада это у нас австралиец был а по фунту вот 136 по факту отметка 136 20 поддержки которые могут протестироваться до евро 131 1341 1350 поддержка который может протестироваться главное чтобы мы не закрепились под этими поддержками в случае если закрепимся под ними на картине часового таймфрейма 15 минутного таймфрейма то скорее всего последующие сессии могут быть отрицательными плане тенденции этих пар посмотрим как действует европей и еврофунт о котором вы тоже спрашивали обращает внимание очень сильное сужение волатильности после прорыва локальной поддержкой или же даже, можно сказать, его, можно назвать исторической поддержкой, приблизительно, она просто обновилась, и затем амплитуда на долгосрочных таймфреймах очень сильно снизилась. Сигнал разворотный, сужение волатильности с нисходящим наклоном после прорыва локальной поддержки, это тоже по факту разворотных сигналов довольно такой долгосрочный. Поэтому тут мы место оставляем на 15 минут, на 30 минут, на часовом таймфрейм, на внутридневных таймфреймах, оставляем место для спекулятивного, очередного, там, прорыва 0.8330, вот. Оставляем место, оставляем на это, ну, то есть, возможность по факту нужно учитывать. Австралиец, новозеландец указывает на такое же сужение с восходящим наклоном возле сопротивления. То есть, тут и есть вероятность сложного пробоя вот этого сопротивления в плане скальпинга, можно этим воспользоваться на 5 минут, на 1 минуте, но затем имеется в виду, что нужно рассчитывать на последующий разворот, который по факту произойдет. Но пока? Пока. Продолжение вот этих спекулятивных движений, их вероятность больше, особенно в течение европейской сессии. Что происходит с ценой защитных активов? Золото, серебро, плачинь у нас тоже есть, палладиум тоже есть, мы все это разберем. Что с защитными активами с данными происходит? Они немножко подрастили на недавнего снижения доллара, но в целом они будут под долгосрочным давлением, вероятнее всего, из-за повышения ставок ФРС. Но в данный момент, пока золото растет, может даже и на страхе распространения ковида, распространения нового штамма во всем мире, имейте в виду, что каким бы он безопасным не был, вакцина для него будет готова через месяц. То есть, Pfizer и Moderna обещали вакцину через месяц, который будет готова. При этом в течение этого месяца есть вероятность все-таки закрытия Австралии, закрытия США. То есть, локдауны Британии идут даже по Китаю, поскольку там тоже вспышки есть. И особенно в Китае при локдаунах это может очень сильно вернуть в ту картину, которая была у нас при локдаунах предыдущих. То есть, когда нехт очень сильно начинает рухнуть, мгновенно золото начинает расти очень сильно. И фондовые рынки начинают уже по чуть-чуть корректироваться и идти вниз. Поэтому такой сценарий, пока у нас есть приблизительно месяц до выхода вакцины, можно предположить, особенно исходя из картин, которые мы видим по всемирному распространению, у нас за последние недели были очень сильный резкий рост. И есть не очень хорошие новости с Австралией, США тоже, и с Британией тоже есть все равно это возможность. Несмотря на то, что Борис Джорс, он сам по факту за бизнесом, но он может тоже закрыть страну на локдаун. Поэтому вероятность, которая присутствует, которая существует, особенно с учетом того, что технически золото уже выше 1800 долларов находится, оставляет место для того, чтобы мы рассчитывали на продолжение вот этой тенденции в течение месяца, в течение ближайших двух недель. Но имейте в виду, что на долгосрочных таймфреймах золото будет очень сильным давлением. Есть 1820-1830 диапазон приблизительно, под которым золото находится. И прорыв этого диапазона тоже не за горами, это возможно. А, к сожалению, для короткосрочного трейдинга на 30-15 минутке тут и есть. Нету, конечно, конвергенции, нету никакой дивергенции, никакого сигнала сильной коррекции вниз. Но есть никакого приторможения роста по итогам ретеста 1820. Поэтому вот ждем, скорее всего, последующего укрепления. Лучше всего этого укрепления ждать где-то в районе 1810. Если это произойдет, то вероятность дальнейшего роста. В течение недели это гораздо больше. И главное всего, чтобы мы могли протестировать технически импульсивно этих отметок, этих поддерживать. Если такое произойдет, то это довольно неплохой сигнал продолжения роста в течение ближайших недель. По серебру приблизительно ситуация такая же. То есть тут рост, конечно, на долгосрочных трейдинговых программах выглядит очень-очень сужение волатильности, очень-очень умеренностью. И к тому же есть тут потенциал дальнейшего роста. Приблизительно отметка 23 доллара. Может протестироваться. Но в данный момент пока еще к покупкам, наверное, можно не вернуться. Лучше дождаться все-таки претеста 2260-2240 даже относительно. Но вот этот сильный импульс обнадеживает в том плане, что в ближайшее время могут, особенно на часовом, на 4-часовом тайм-время, что к трехе в ближайшее время могут немножко подкорректироваться и идти вверх еще. Но в целом имейте в виду, что 2260-2240 скорее всего это наши цели в будущем. После ретеста которого можно вернуться к покупкам среднесрочным таким. А так в коротком сроке скорее всего продолжение продажи это будет логичнее. Платенем. У нее тоже есть потенциал роста, несмотря на сильного импульсивного ретеста некого сопротивления 970-965. Подобрать вероятнее всего будет логично по итогам ретеста 955-960. То есть 955-960 должны протестироваться. Как импульсивнее они протестируются, такие лучше. Ситуация будет дальше с укреплением цены. То есть вероятнее всего она не будет уже больше импульсивно вас подвести в плане, если вы покупатель. И Палладиум. На 15-минуте очень красиво смотрится импульсивная локальная поддержка 1800-1900, точнее 1900 и 1880. Основная поддержка, которая у нас есть. Главное, чтобы мы под ним не закрепились. Вернемся еще в этот диапазон вероятнее всего, но скорее всего в долгосроке, в среднем сроке. Продолжение укрепления цены над этим диапазоном более вероятнее, чем зонырование ниже него. Также разберем ситуацию, которая есть у нас с франком, с иеной и защитные валюты. То есть с франком доллар-франк и швейцарский, и доллар-иера. Ситуацию, которую мы видели по доллару, приближение к 2-месячному минимуму и вероятность его очередного укрепления, хотя бы умеренного. Да, есть такое. Что нам показывает? Четверо-часовое время хотя бы. Доллар сечек, то доллар-франка. Тут было очень сильное падение после ретеста сопротивления основного. 0.92.60. Поэтому ставить на дальнейший рост, хотя бы умеренный рост, мне кажется, более логичный, чем спад. Тут как бы ситуация в среднем сроке смотрится тоже по восходящему. Главное, чтобы не закрепились ниже 0.92.30, 0.92.20 диапазон, под которым в случае, если закрепимся, то, вероятнее всего, цена пойдет, развернется. Но тут, исходя из амплитуды, которые здесь есть, вероятнее всего, импульсивно мы сможем протестировать, спекулятивно протестировать 0.92.30, 0.92.20. А затем уже цена, возможно, будет укрепиться. Доллар и иена. На 4-х часовом таймфрейме, на более среднесрочном таймфрейме, показывают на неплохое укрепление. Очень сильно импульсивный ретест предыдущего, предыдущей зеркальной отметки, 115, приблизительно, 115.20 отметка была. И вероятность дальнейшего роста тут есть. Амплитуды, да, снижаются очень сильно. Очень сильно. Но вероятность дальнейшего роста тут гораздо больше видно, чем спад. Пойдем и разберем сырьевые рынки, энергетические рынки. То есть, рынок энергетики сегодня будут релизы по нефти. По прогнозам они должны быть негативными для нефти. То есть, дефицит увеличивается. Дефицит уменьшается. Имеется в виду, что у нас будет профицит объема запасов нефти. И это нехорошо для цены. Что сделала цена за вчера? 80 долларов протестировала психологическую отметку. Но очень импульсивно. Вот что меня очень-очень сильно смущает. Какие бы дальше движения вверх не были, мы тут уже точно 100% ориентируемся на разворот цены. Имейте в виду, что очень долгосрочная дивергенция, которая тут якобы сформировалась, она еще никуда не исчезла. То есть, по факту она присутствует. Поэтому в случае, если мы тут занимаемся покупками, мы должны быть очень-очень осторожными и следить за новостном фоне. Есть такой факт, что страну ОПЕК как бы не хотели, но они даже из-за энергетического кризиса, из-за некоторых технических моментов, из-за того, что многие скважины закрыли, из-за того, что многие объемы снизили, из-за вот понижения, сильного снижения спроса во время предыдущей пандемии, ну, то есть, предыдущей волны распространения коронавируса. Несовердно с того, что они просто физически не смогут увеличивать объем. И это само по себе хорошо для цены. И единственное, что в США это произойдет больше, это будет видно лучше. То есть, данные по США, возможно, они могут немножко дампить цену сегодня. Но это все короткосрочные вещи. То есть, в ближайшее время насчет продаж тоже, к сожалению, невозможно быть сильно уверенным. Уверенность того, что тут будет такой умеренный, очень такой сильно долгий рост, но очень умеренный и очень мучительный для людей, которые хотят зайти сейчас. В случае, если вы не зашли, когда цена была под 80, то ставить на сильный рост, к сожалению, тоже нельзя. И на сильный спад здесь тоже невозможно. Но мы перейдем к моменту разворота коррекционного, который доведет цену хотя бы до 75-74 долларов. И это, скорее всего, произойдет в случае, если где-то в Китае объявят о очередных закрытиях нескольких городов или же портов, куда импортируется нефть, которую потребляет Китай для своей индустрии. или же закрытие индустрии китайской. То же это может по-своему повлиять на цену образования нефти, в плане что нехорошо, потому что это давление на спрос. Доллар канадец на короткосрочном таймфрейме. Смотр из-за обнадеживающей относительно, но имейте в виду, что у нас тут очень важная отметка пробилась 1.26 и 1.25.50 при торможении на 14-ом таймфрейме на среднем срочном таймфрейме спада, при торможении спада, ну, как бы максимум можем ставить на продолжение такого коррекционного роста, который будет продлиться в течение всяких сессий, не более того. Поэтому тут, скорее всего, продавцам можно еще раз вернуться в рынок, главное дождаться очередного ретеста 1.26, возможно, 1.25.80 достаточно для того, чтобы просто дождаться ретеста в этих атлетах и как импульсивно этот ретест локальных сопротивлений 1.26, 1.25.80 произойдет, наверное, всего мы спустимся дальше, мы будем пойти еще ниже. евро канадец приблизительно ситуация такая же, тут есть некая конвергенция, но ставить на нее тоже не особо можно, то есть тут любое восходящее движение, но будет коррекционной до момента хотя бы укреплений над 1.43. Сейчас посмотрим на 14 как вообще этот уровень смотрится, но достаточно неплохой уровень, достаточно зарекальная отметка и смотрится неплохо 1.43, то есть пока мы не укрепимся над 1.43, говорит о среднесрочном бросить евро против канадцев или же точнее евро против нефти, это невозможно. поэтому дождемся его ретеста на 15 минут, на 5 минут есть возможность торговли особо на 5 минут с целью покупки, но это все под достаточно неплохим риском, достаточно неплохим риском. То есть есть расхождение волатильности, расчетающаяся информация, внутри которого по факту торговля не очень благоперяна. фунт канадцу тоже приблизительно так же себя ведет, то есть тут картинка по факту повторяется, есть потенциал дальнейшего снижения, есть потенциал даже по фунту есть потенциал, но имейте ввиду, что некое очень-очень-очень умеренное укрепление, его вероятность все еще есть. Что происходит у нас на рынке криптовалют, мы кстати добавили к нашему к нашей платформе новые криптоактивы, биткоин кэш, точкоин, чейнлинк, полкодот, лайткоин, рипл, эус, кардана, стеллар, и кроме биткоина эфириума, в который у нас были, добавились еще новые криптоактивы. Кстати, не забывайте, у нас на платформе есть другие разные возможности, такие как алгоритмический трейдинг, об этом можете прочесть на нашем главном сайте, нашем официальном сайте и по поводу алгоритмического трейдинга, по поводу риск-менеджера, который есть, они по факту помогают не только новичкам, но и людям, которые уже в деле, возможно, каким-то образом для того, что оптимизировать профит трейдинга. И в целом некоторые коэффициенты, которые у вас есть по росту портфелей или же росту торговли в целом. Алго-трейдинг тоже довольно хорошая, интересная вещь, поэтому интересуетесь этим, по этому поводу на канале нашем, девчонком, на ютюбе есть разные видеообзоры от Сергея Заботькина, разработчик этих программ, и вы там можете, кстати, более-менее разобраться, как вообще эти системы работают. К тому же у нас есть еще другие разные инструменты и акции, о которых вы тоже, кстати, на главном сайте можете узнать, поэтому обязательно не забудьте посмотрите, пролистайте главный сайт, официальный сайт и узнать в случае, если есть что-либо полезное для вас. Продолжаем с биткоином, с биткоином. Тут была конвергенция, она сработала неплохо, но имейте в виду, что рост очень умеренный, исходя из среднесрочного таймфрейма H4, 400 таймфрейм по биткоину. По поводу дальнейшего спада, по поводу в целом падения, более глубокого падения биткоина мы говорили ранее, в предыдущих обзорах, поскольку энергетический кризис очень сильно давит на странное, исходя из того, что есть вероятность того, что просто не будет электроэнергии. И страны, где особенно происходит сильный майнинг, есть такие страны в Восточной Европе, есть Дальняя Азия, они начали ужесточать политику по отношению майнеров, их выгонять, закрывать предприятия майнинговые, фермы и так далее. Это очень сильно давит на хешрейт мощности майнинга, что приведет к снижению цен. То есть, конкурентность майнинга понижается, и цена биткоина тоже начинает снижаться. как эта ситуация будет продолжаться, наверное, дольше будет продолжаться. И если вы помните, два месяца назад приблизительно был прогноз от Goldman Sachs о том, что настоящая цена на биткоинет не 60 тысяч, не 40 тысяч, а 30 тысяч это то, сколько она стоит. То есть, по факту, это дно она может пробить, которое сейчас тестирует, и 30 тысяч тоже не за горами. Имейте в виду эти факторы. Смотрите на более долгосрочные таймферы мы тоже на дневной 14 часов для того, чтобы понять, как амплитуда действует. А в случае, если в ближайшее время мы получим сильный импульсивный тест, особенно 45 тысяч или 47 тысяч, почему? Потому что вероятность того, что спекулятивно мы этих отметок протестируем есть и присутствуют. В случае, если это произойдет импульсивно, к этому есть посылки, потому что сужение волатильности тут есть. И в случае, если такое произойдет, то последующий пробой дна ниже 4 тысячи, спад, его вероятность будет гораздо больше. Эфириум около 3 тысячи, вчера уже поднялся тоже на 3200. Но амплитуда очень сильно снижается. Амплитуда очень сильно снижается при любом ближайшем спекулятивном претесте или пробое локального сопротивления, 3320, 3310, скорее всего цена может вернуться к медвежьей фазе. Имейте в виду, любое расхождение волатильности тоже будет согласить о том, что цена может снова пойти вниз. Спекулятивные росты в такие моменты это для того, чтобы просто развести. Поэтому обращайте внимание на то, как цена двигается. О техническом анализе не забывайте. Новосной фонд хорошая вещь, но зачастую нужно тоже с ним уметь работать, потому что если не знать, то она может тоже подвести. Изучайте наши видео, которые есть на канале. Не забывайте обязательно подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши эфиры, прямые эфиры, в которых выступают наши самые интересные трейдеры. Александр Михайлович Герчик, Сергей Заботкин, также Виктор Макеев. Спасибо еще раз за ваше внимание и до следующего раза. Всем хорошая торговля. Пока-пока. Редактор субтитров